да в прошлом видео я разбил два отряда один свадийский другой сараницкий ну а мы бернадот по моему ребятки ну и короче понятно что тут я понял что значит со свадами очень тяжело воевать без варди у меня там еще тренировочном лагере эти самые они уже давно натренировались надо бы поехать их забрать конечно и что я теперь сделаю я значит еду венгард пока пока возможно я сейчас буду возвращаться назад я не знаю если начнут грабить активно деревне значит то я вернусь назад потому что мне надо с деревнями с этими улучшать так 5000 динар перемещено в казну с этими деревнями мне надо улучшать отношения вот здесь есть караванчик это как раз наверно тот караванчик который я когда-то усиливал я так думаю может и нет но я его ограблю стоп у меня есть у продать этому каравану стой 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 не у меня нету чем продать у меня есть а значит да сон айден айден поговорим с айденом будем уже немножко айдену бросать имущество у да ну ладно будем потихоньку есть эту говядину не пропадать же ей и где у нас значит нас жасус поговорить с жасусом на твое вооружение и имущество я не знаю зачем этих лошадей собирать честно говоря я не знаю ладно пусть надо будет с ними как-то разобраться с этими лошадьми и мы будем грабить этот караван продавать ничего будем грабить да все я граблю караван кое-что нужно а ну давай все деньги и ценности конечно возграблю отдавать и товары атаковать противника да посадим верхом он и стрелку тоже посадим верхом если они будут и тяжелые стрелки пусть уже как в этом бою будут как фрилансеры все себе придумают пустой творят так айден уже убил всадника катарина все никак не наберу жизни вот тут есть тяжелые свады да а караван почему бы и нет это мои свой свадьи свадийские наемники разогнался размахался этой глубинкой на самом деле да мы легко достаточно с ними расправляемся это понятно караван но мне это самое не соперник ну ладно караванов сальники ребята которые служат нам противополисты противостоять арбалетчики и все остальные хорошо молодец да продолжим и посмотрим у нас сараницкие тяжелые рыбалетчики и сараницкие меткие лучники они нам конечно не особо нужны вообще-то собственно говоря они нам вообще не нужны я не знаю но я все равно возьму потому что я сейчас может кому-то отдам их доступ к вещам и у нас тут есть конечно мы возьмем первую очередь конечно еду и ты у них немного караван не очень богатый ну и возьмем то что нам надо первую очередь это возьмем доспех вот эти латные сапоги и железные поножи возьмем лошадь возьмем вот этот вот одноручный рыцарский топор и маргинштейн конечно возьмем пока что берем все это так остальное все будем продавать обращенный бегство враг конный стрелок ну поедем венгард оставим там саранидов просто них оба пустынный раз ничего себе разбойнички ничего себе вот это ребятки это не наверно разгромили этих самых и девок этих как их называть так управлять гарнизоном и здесь я оставлю этих сараницких метких сараницких тяжелых вот этих вот я ставлю здесь значит и здесь я возьму себе конечно значит гвардейцев гвардейцев личного круга пока что только личного круга возьму благородных не буду брать человек 20 я возьму гвардейцев выше туда так вот я их сейчас отдать на наемников хиргидских конных наемников наемников отдам свадийских отдам сестра меча не знаю но сестру меча тоже отдам надо мне столько людей сейчас я собираюсь ехать ну туда на землю княжества чтобы набрать как их назвать гвардейцев деревнях так благородный гвардейцев у меня 26 я шестерых возьму на шестерых их надо экономить так вот примерно так так но и здесь я ставлю значит в диске всадник отдам конного стрелка арбалетчиков мечников бандитов стражников и разбойников но я ставлю тех ребят которых я потом заберу шарист все уходим и уши у нас там с вещами с вещами у нас тут короче так да значит лагерь повозка с походным арсеналом и здесь надо потихоньку же наводить порядок и мы будем наводить этот порядок значит вот будем забирать вот эти вот значит радовский стальной круглый щит ну пусть будет радовский стальной круглый щит значит пока что пусть будут и рогатины на всякий случай арбалет садника мало ли что вот ламелярные рукавицы я заберу и наверно уже будут идти саргницкие щиты короче забирать ну так потихоньку будем продавать что тут не надо перебирать потому что так назад продолжить путешествие зайду венгард войду форт и поеду к торговцу надо продам это все дело значит работорговцу продам этих пленных гулять себе гулять охраннички так в твоих клетках еще много места ну вот я ему продам с водительского всадника и из водительских легких пехотинцев ну чтоб просто не болтались не занимали место а теперь поеду посмотрю что у этих ребяток тут есть так торгует с доспехами снаряжением посмотрим у тебя снаряжение ну что у него такое снаряжение которое ну в общем то стандартное и ничего не надо нам и мы ему просто просто тупо вот это все продадим продадим тупо вот так вот возьмем и продадим на 6800 до свидания и посмотрим все таки оружие оружием все таки посмотрим крестьяне нам где здоровье так крестьяне такие так новое оружие торговка тяжелый рюкзатки шестапер ну не знаю нужен или он же мне радуфский полиакс нужен ли он мне отбалансированный метательный это хорошо но но мне по моему уже не надо сейчас на данный боевые луки и двухручные мечи и стрелы тут стрел нету все до свидания уходим и значит мы будем сейчас разгромим все таки наверно ну ка посмотрим если у него тут блудница ну уж очень наглые пустынные разбойники 68 пленных вольные стрелки и грабители кишектен тут есть охранники каравана а давайте их разрумим так ради бога в чем разговор бежит от пустынные разбойники оба что-то там королевство радуков захватывает замок он уздак у хиргитов сдавайся или умри атаковать противника моих 140 их них 150 это у меня столько раненых да так получалось ну ладно значит мы конницу будем посадим верхом конных стрелков тоже верхом хотя их и нету ну и все остальное так же самое мира гвардеец личного круга благородный гвардеец гвардейцы решать ничего не скажешь и 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 рядах погружают до скорость лошади сильно эти вещи ничего не сказали в общем я не особо стремлюсь а сейчас потому что у меня половина жизни из боя к бою я не это самое не вылечу надо хотя бы вылечиться правда уже 297 двухручная прокачал и это хорошо насколько я знаю что маунтин бэйд короче какие-то там после трех трехсот как они меня колотят уверенно даже не получать никакого урона не просто по лошади по броней по и мне где-то набрали этих арбалетчиков я не знаю откуда не столько арбалетчиков у кого-то сколько арбалетчиков не так все просто арбалетчиков такое количество это может быть только в деревне большое количество арбалетчиков но это наверное скорее всего кто-то накопил с этих самых из караванов наверное разгромили где-то блудницы у кого еще можно набрать столько много это самое людей только если разгромили блудницы такие девки которые которых всегда много пленных улучшили плеть этому сараницкий тяжелые пехотинец сразу тогда варди из личного круга убить тяжелым всадником да я что-то недооценивал эту банду они что-то мне наносят урон ненужный мне совершенно урон что ни хода у вас чтобы они не тут благородных гвардейцев побили бы. Ну, ну, все. Мы победили этих. Все, тап. Ага. И все. Итак, посмотрим. Дезертир. О, баши есть. Баши надо взять. Баши такой товарищ, который нам очень нужен будет в свое время. Да не в свое время. А уже сейчас скоро будет нужен. Как только мы набьем достаточно много этого самого привычного лута со свадов, то будем сразу делать себе тяжелую рыцарскую конницу. Ну, таких, как вот Бомбайт и Даниэль. Но этот раз я не выпущу этих самых так быстро из рук свадов. Со свадами будет длительная война. Как бы не хотел бы этого аэроглег. Пустын налетчик, охотник за караванами, Саранинский дезертир. Очень много хороших пленных, которых надо отвезти в Шарис. Я даже не знаю. Охранники каравана, 15 человек. Мы возьмем, конечно, Кижиктена по-любому возьмем. Хирисского всадника, конечно, возьмем. Машу тут еще у нас есть. Дозорного возьмем. Ну, и всех вегиров, конечно, возьмем обязательно. Я не знаю, влезут ли у меня все. Надо посмотреть. Хозяин каравана возьмем. Всадник. Вегирский копейщик возьмем. Всадников, конечно, возьмем. Вольного стрелка возьмем. Грабителя побережья надо брать. Ну, свадов надо взять. Ага. Конных стрелков надо брать. Саранинский дезертиров надо брать. Охранник. Да, и вообще-то всех надо брать. Потому что мне сейчас нужны будут люди. Я, наверное, буду уже настраиваться, штурмовать какой-то замок. Значит, Саранинский. Скорее всего, это будет карав, я так думаю. Угу. Ну, и все. Остальное все. Мы соберем 29 из 31 вещи. У нас есть, значит, караван. И. Торговать с ними мы будем. Продолжить. И мы все продадим это. Я не знаю, может, я сейчас ему отдам каких-нибудь людей. В общем. Я не знаю, насколько они мне нужны тут. Продолжить. Сейчас я гляну, кто у меня есть. Может, я кого-то ему отдам. Караульные. Пусть будут арбалетчики, всадники, вольные, свадийские всадники, вирские. Хозяин, охранники каравана. Я не знаю, я бы отдал бы саранидов, если бы были. Вот саранидский дезертир только есть. А больше саранидов никаких нету. Поэтому, наверное, ничего я им не дам. Потому что, я же говорю, я планирую то, что эти все ребята будут сейчас нападать на замки. Охранник каравана. Мы с ним поговорим. И он станет насморщиком за рабами. Значит, то же самое мы сделаем с Кишиктеном. Поговорим. У нас будет уже Хиридский конный наемник. Ну, в общем-то, свадийских тяжелых нету. Хиридский всадник. Тут грабители конные наемники, наемники, тяжелые всадники. Благородный гвардеец. Гвардеец личного круга убили. Лизалит. Поговорим с Лизалитом. Так, что ты можешь сказать о своих... Я не понял. Не важно. Лизалит. Грейс. Лизалит. Лизалит. А, ну я же повысил себе это самое. Да, харизму. Поэтому он стал меньше стоить. Поговорить. Расскажи о своих навыках. Ну, наверное, ему надо добавлять харизму. Лизалит, наверное, будет этим самым лордом. И мы ему, наверное... Что тут ему можно добавить? Владение щитом. Атлетику. Надо, наверное, их уже потихоньку отдавать. А забирать кого-то другого. Кто меньше... В смысле, больше уже прокачался. Атлетику. Владение щитом. Нет, я ему дам, наверное, лидерство. Все-таки. Ага. И вот, значит, так вот. Готово. На твое вооружение и снаряжение Лизалит. У тебя большой рыцарской. Да. Лизалит у нас хорошо. Где-то будет. Все у него прекрасно. Так. Грейс. Поговорим с Грейс. Грейс. Поговорим с тобой о твоих навыках. 13 силы Грейс дадим. И шоу не владение оружием. Давать не будем. В общем, сбор трофеев. Обучение. Наверное, зоркость. Пусть будет так. Буду все-таки этих луч не скачать силу. Потому что, ну, ну, нереально, что они прокачаются. Для того, чтобы 300 это самое иметь. Больше 300 очков. Это, ну, это, это слишком долго. А урона они какой-то должны наносить. Тю, значит, я поеду сейчас в Ривайдин. ЦМШ разграблен. А это они за Тильбаут. Вот за шоу свады. Не за Эсмиралу. Я забыл, что мы у них отобрали Тильбаут. Драмух. Они, значит, хотят осаждать Драмух или шоу? Так. Повышению. Дозорный. Охранник каравана. Ратник. Секирщик. Секирщик. У нас будет Рожеборцем. Копейщик. Копеносцем. Всадник. Тяжелым всадником. И свадийский легкий для свадийского. Сводийский. Пехотинец. Вот кого надо было отдать. Этому самому. Ладно. Мечники. Арбалетчик тяжелый. Караульный. Все-таки, наверное, арбалетчики. Все-таки, наверное, надо будет арбалетчиков. Охотники за головами. И здесь у нас где-то был. Жеш повысился этот самый. Охранник каравана. Ага. Вот он. Охранник каравана. Мы с ним поговорим. Надо было отдать все-таки. Жасмин. Поговорить с Жасмин. О своих навыках. Жасмин. И 14 силы у Жасмин. Будет все то же самое. Сбор трофеев. Обучение. Зоркость. Готово. Не важно. Вот мы можем посмотреть на отряд. У нас Ава. Поиск пути и сержение тактика. Один торговля. Саманта перевязка ран. Моли инженерия. 5. Первая помощь. Хирургия. Леди Тамара. Ничего нету. Ужас. Зоркость. Зоркость. 8. Сбор трофеев. Больше всего у меня. Это плохо. Надо чтобы у кого-то было больше. Где еду в Айке. Где я попробую нанять. Конечно этих самых. Надо будет проехать и по Хиргидским деревням. Стой караван. Стой. Стой караван. Так. В наем нескольких воинов. Я тебя дам. Свадийский легкий пехотинец. В наем нескольких воинов. Свадийский контакт. Свадийский легкий. Свадийский мечник. Я тебя дам двоих. В нескольких воинов. Всадники и радники. Секирщики. Орботцы. Евгирские. Копейщики. Хиргидские. Вольный грабитель. Налетчик. Охотник. Людолов. Мечник. Стражник. Арбалетчик. Всадник. Тяжелый арбалетчик. ну может отдать вот этих свадов свадийский легкий всадник свадийский всадник не ну я ладно пусть они пока побудут так я передумал все уйти и посмотрим на вещи есть чем торговать нечем нас торговать все едем значит в айке набрать добровольцев и мы вынимаем их гвардию 6 добровольцев и едем в ривой дин в ривой дин где пойдем в таверну и в таверне значит мы продадим пленных саранитских легких пеготинцев саранитских конных лучников хирийских всадников продадим свадийских легких продадим кто там у нас еще есть у нас такие свадийские легкие пехотинцы свадийские всадники саранитские пехотинцы всадники и тяжелые пехотинцы хирийских конных лучников всех этих ребяток надо продать кишек тена продать всех кто эти самые как его сказать все все всех продали кого надо было пойдем наймем веских стрелков наемных да почему только одного почему наверно у меня полный отряд вот почему вот почему доспехи усиленные темные нет не нужны так 52 грубые красные платные перчатки 52 толстый шлем сестры меча мы возьмем лошади упрямые тяжелые так все короче назад уйти здесь мы почему я взял у нас здесь амбра шиара лорена натали грейс и села софия и жасмин говорина поговорим с ней натали тоже не будем говорить грейсу поговорим с грейс угры из пока будет элла поговорим с эллой на то и вооружение снаряжение не 50 боевых шлем и мира и мы едем вот это вот боевой шлем мира мы продадим на рыночную площадь торгуясь с заспехами и продадим его за 46 копеек вернуться уйти да ну вот и все значит что у нас тут с отрядом я надо у меня только один человек поэтому я не могу нанять хириский конный наемник кандидат охотник тяжелый мечника приносится ружеборец по-хорошему надо было повозвращаться в шарист потому что нанимать я никого не могу значит надо заехать твингард кое-кого оставить кое-кого забрать и обратно в шарист да но будет это все уже в следующем видео да а пока все